Утро от первого, мы на месте. Тринанс за ругодом, вручили эту сквозную поездку. Уже принято, уезжаем. За минувшие сутки в городе произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых травму получили 5 человек. В 3 часа дня аварию полицейские зарегистрировали на углу улиц Дулати и Макарова. Здесь столкнулись автомашины Деунексия и Тойота Камри 40. По словам участников ДТП, обе машины двигались по Дулати в сторону проспекта Рыскулова. Столкновение произошло, когда водитель, двигавшийся впереди Нексии, стал поворачивать налево на улицу Макарова. Я перестроился и шел по крайней левой полосе, включив поворот, стал сворачивать. В это время по встречной полосе меня стала обгонять Тойота. Я не увидел ее, ударил и сразу остановился. А Тойота летела до следующего перекрестка. Водитель Тойоты после удара Нексия не справился с управлением, проехал несколько десятков метров и на следующем перекрестке на углу с улицы Верещагина врезался в кирпичную стену частного дома, проломив при этом внушительную дыру. Что удивительно, в результате ДТП Нексия практически не пострадала. У нее оказался лишь оцарапан бампер. В аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас следствие по этому происшествию ведут дознаватели административной полиции. Еще одно ДТП случилось вечером примерно в 7 часов на углу улицы Кожановой и Тамерлановского шоссе. Здесь в аварии пострадали Ауди 100 и БМВ 725. По словам участников происшествия, авария также произошла вследствие грубейшего нарушения со стороны одного из водителей. Обе автомашины двигались по Тамерлановскому шоссе, Ауди со стороны Хатенкопра по направлению к Янги-Шахару, а БМВ во встречном направлении. Авария произошла, когда БМВ повернуло налево на Кожанова, не пропустив ехавшую прямо Ауди. «Когда я выезжал на перекресток, на секундомере светофора оставалось 4 секунды. Я уже доехал до середины, когда с того ряда на скорости передо мной в сторону базара хотел проскочить БМВ. Затормозить я не успел, и мы с ним врезались». От удара обе автомашины съехали на обочину, врезавшись в пешеходный светофор. К счастью, никого из пешеходов в этот момент там не было, поэтому обошлось без пострадавших. Водители отделались незначительными ушибами, но их автомашины понесли серьезный материальный ущерб. Кто его возместит, сейчас выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Жаркие дни заставляют змей искать укрытия, и они продолжают атаковать человеческие жилища. Так, вечером примерно в 8 часов на пуль дежурных спасателей департамента Пачаэс поступил звонок с микрорайона Самал-2. Звонившие сообщили, что в один из частных домов проникла огромная змея. Рептилия забралась под мебель в коридоре дома, парализовав жизнь хозяев жилья. Спасатели прибыли на место происшествия в течение 10 минут, и при помощи специальных приспособлений извлекли полутораметровую змею. Здесь все обошлось без пострадавших. Рептилию спасатели вывезли в безопасное место. А еще спустя час аналогичный вызов поступил с улицы Аргамбекова. Здесь змея проникла в один из частных домов микрорайона Северо-Запад. От людей рептилия укрывалась в стене дома. Это присмыкающееся оказалось не столь внушительных размеров, но принесло не меньше беспокойства хозяевам жилья. Эту рептилию спасатели также вывезли в безопасное для людей место. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям вновь рекомендуют жителям при обнаружении змей не пытаться изловить их самостоятельно, а лучше обратиться к специалистам. Несмотря на то, что смертельно ядовитых змей в нашем ареале не водится, укус некоторых из них может быть довольно болезненным. О днем в 12 часов с еще одной не совсем обычной просьбой к спасателям обратилась одна из жительниц 4-го микрорайона. Она попросила специалистов оперативного отряда спасти ее собаку. Животное упало в канализационный колодец и извлечь своими силами женщина ее не смогла. Спасатели в просьбе женщине не отказали. Прибывшие на место происшествия оперативники извлекли собаку еще раз продемонстрировав, что сострадание ко всему живому им не чуждо.